кебаб пропер окончил полицейскую академию лос-анджелеса в елисейском парке работал копом в полиции лос-анджелеса после смерти отца решил перевестись на свободную вакансию шерифа в захолустный городок сэнди шорс чтобы быть поближе к месту где работал его отец где он погиб заодно выяснить все обстоятельства произошедшего ну и город ни одного такси как такое вообще возможно как такое возможно так это мое такси какой галантный тип добрый день я не офицер я шериф будьте любезны в полицейский участок да я уже заметил мне пришлось ждать в аэропорту почти 20 минут чему посвящен велопробега с не секрет в честь нашего капитана который погиб при исполнении понятно а вы откуда к нам я из лос-анджелеса добрый день сэр вы глава этого полицейского участка так точно меня зовут кебаб пропер сэр меня прислали из лос-анджелеса занять вакантное место шерифа в департаменте сэнди шорс но не с такой же шляпой сэр я постараюсь поменять свою шляпу на более шерифскую не переживайте я только прилетел думал что здесь так принято идемте в кабинет на пару слов блин шляпу менять не это нравилось еще раз представьтесь кебаб пропер сэр джек пропер был вашим отцом так точно поэтому я и попросил перевода суда сэр соболезную я давно его не видел я последние несколько лет обучался в полицейской академии лос-анджелеса в елисейском парке а потом работал копом в лос-анджелесе поэтому видеться с отцом мне не доводилось но мне очень хотелось посмотреть где он работал и с кем и устроиться где-нибудь поблизости от того места где его не стало если вы понимаете о чем я сэр я вас понял ваш отец был действительно великим человеком и общаться было с ним честью для меня и быть знакомым это приятно слышать надеюсь надеюсь вы такой же как и он честный справедливый и просто хороший человек он воспитывал меня достаточно строго сэр я не подведу ваш город серва мы знакомы уже ты большой да я знал твоего отца он был мне хорошим другом он был начальником полицейского департамента знаешь он показывал мне твои детские фотографии надеюсь те которых я был в одежде ну в основном да но господи какой же ты огромный кива давайте представить да да мы если можно я бы хотел знать с кем имею честь я пока еще действующий губернатор этого города скоро ухожу в отставку вот меня зовут дэвид голдберг очень приятно сэр я слышал я слышал от лейтенанта хартман что вас направили к нам из нью-йорка из лос-анджелеса сэр и я сам попросил перевести меня на свободную вакансию шерифа в сэнди шорс сэр хорошо ну я надеюсь что у нас с вами и со следующим губернатором будет плодотворное сотрудничество говорят тело моего отца было сильно обезображено его пришлось хранить закрытом гробу да это было жуткое жуткое просто митиво мне было очень больно смотреть на это ведь я давно знаком с и он был мне другом его опознали только по значку который нашли на костях именно падение с такой высоты сэр это серьезно пожалуй никто не выживал подряд с горы чулиата я постараюсь сдержаться от нее подальше несмотря на то что она находится в моем округе сэр если вы захотите посмотреть где последний раз видели вашего цель и узнать какие-то подробности того что там происходило на горе вы можете обратиться ко мне я веду вас в курс дела хорошо но пока я постараюсь сам войти в курс дела точнее в курс дела не связанных с моим отцом сэр потому что сэнди шорс очень большой округ чтобы вы понимали вашего отца знал практически весь город и на его похороны пришло около наверное 40 человек и каждый передал хоть чуть-чуть денег нет на похоронах не был по какой-то причине видимо не успел благодарю вас это впечатляет похоже мой отец действительно нравился местным жителям именно так дальше я на такси сэр постараюсь как только прибуду в офис настроить рацию всего хорошего ну что за город а в лос-анджелесе такого не было блять гордон какой-то сидит на входе ну пиздец сэр вы не могли бы покинуть это место я теперь здесь буду работать я понимаю что возможно вы были знакомы с предыдущим шерифом но мне бы хотелось видеть из окон более симпатичную картину сэр сэр пожалуйста блять пожалуйста покиньте это место чёп твою мать вот это нравы здесь но стреляю я не хуже отца поэтому все нормально но чувствую работка будет скажем так не самый безопасный блять какая туповая тачка пиздец вы посмотрите на нее наху я даже не успел ей не сладиться из-за того что надо толкать лейтенанта но о боже блин надо ее не то ни в коем случае не поцарапать ни обо что еще и засранная песком сверху билле ты опять бухаешь рядом с моим участком ну хотя бы натянул рубаху пытался найти жилье через объявление но лучшее что я нашел чтобы недалеко от работы это вот этот вот трейлер так паркуемся блин там тачка какая-то стоит но там похоже гараж у меня на заднем дворе есть чтобы никто не мешал блин жрать я не буду это делать на работе а то там терлись какие-то псы здрасте офицер тут уже живет что ли кто-то понятно я приветствую вас вы не могли бы встать с кровати сэр да конечно дружище как бы тебе сказать ты очень хорошо замаскировался в этом доме это мое съемное жилье да и как раз хозяйка видимо забрала забыла забрать объявление о том что она сдаёт эту квартиру прошу прощения сэр подождите а вы случайно не новый шериф да я новый шриф сэнди шорс я являюсь корреспондентом газеты местные и не хотели бы вы мне дать интервью работе шерифа заезжайте ко мне с утра в офис я с удовольствием расскажу я только прилетел мне нужно найти жилье и поужинать я конечно жил бы в трейлер с удовольствием но ведь там какой-то бомж валяется может быть подговорить кого-нибудь убить его или самому его просто взять и шлепнуть прийти с дробовиком к нему домой может реально стать шерифом маньяком а все любили моего отца и никто не будет меня подозревать потом подвести его к озеру и сзади с ружья шмальнуть прикиньте как жестко будет реально челика челику сказать типа вот мне очень понравилась рыбалка давайте сходим на озеро сфотографируйте меня с удочкой первые впечатления потом когда он подойдет просто достать ружье и в голову ему шмальнуть не жить в его трейлере еще музыку ставите с груза 200 не на это будет перебором мне кажется север люди сводят людей с ума а